Приветствую вас, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы рассмотрим флагман от компании Vivo под названием Nex3, который может похвастаться необычным экраном-водопадом с отсутствующими боковыми рамками и рекордной площадью дисплея к лицевой панели смартфона в 99,6%. Также из-за особенностей конструкции смартфон оборудовали сенсорными кнопками питания и регировки громкости с тактильным откликом, которые, как оказалось, очень удобны, и это далеко не все достоинства героя сегодняшнего видео. Стоимость аппарата составляет около 60 тысяч рублей. Что тут скажешь? Немало, конечно, но, учитывая нынешний курс валют, это не так уж и много, как для флагмана. Хотя тут, конечно, смотря с чем сравнивать. Если Samsung и Apple, то да, но если сопоставить его с более народными флагманами в лице Realme X2 Pro и Honor 20 Pro, то ценник будет не в пользу Nex3. По воле случая Realme и Honor у меня есть, поэтому делая обзор на Vivo Nex3, мы будем всех их вместе попутно сравнивать. Вы на канале Smart Life, приступим! В комплектацию входит зарядное устройство на 10 вольт 22,5 А, кабель из Vitae PC, различные инструкции со скрепкой, фирменные наушники от компании Vivo, достаточно хорошего качества, пластиковый кейс, ну и сам смартфон. Выпускается смартфон в двух вариациях цвета, бело-голубом и темно-сером, как в моем случае. Диагональ смартфона составляет 6,89 дюймов при соотношении сторон, 19,9 и Full HD Plus разрешении. Матрица Super AMOLED, переднее стекло имеет закругление 3D, как на Samsung Galaxy Note, но и лифон на покрытии также есть. Палец коллезет отлично. В верхней части по центру расположился разговор динамика, ну и различные датчики. Индикатора событий, к сожалению, тут у нас нет, а вот фронтальная камера реализована в виде выезжающего механизма. Причем не только фронтальная камера, а еще и селфи-спышка. Толщина нижнего подбородка составляет всего лишь 3 мм. Управление чистыми тут естественно реализовано, но можно включить и наэкранные сенсорные кнопки. На верхней экране расположился микрофон громкой связи либо шумоподавления, дублирующая кнопка питания смартфона, выезжающий механизм фронтальной камеры, ну и 3,5-литровый джек для наушников. Это хорошо, обычно во флагманах его нет. Внизу видим перфорацию разговорного динамика, разъем USB Type-C по центру, отверстие для разговорного микрофона, ну и также лоток под две наносим карты. MicroSD память, к сожалению, тут не расширишь. С левой стороны у нас ничего нет, а вот с правой стороны расположились сенсорные кнопки управления питанием и громкостью. Данная реализация лично мне понравилась, потому как кнопка питания имеет рельефную текстуру и ее легко нащупать. Но про фантомные нажатия тут можно забыть, потому как для активации кнопок нужно немного приложить усилия, как, собственно, при нажатии на стандартные кнопки. Сзади видим надпись модельного ряда NEX и основную камеру, стоящую из трех модулей со вспышкой. И лично мне такой дизайн очень даже нравится. Задняя крышка смартфона у нас выполнена полностью из стекла, красиво приливается на свету, боковая грани сама основа смартфона, это у нас уже идет металл, то есть никаких, никакого пластика тут у нас нет. Значит, ну, касаемо габаритов, давайте сразу сопоставим его с Realme X2 Pro. То есть, видите, он, конечно, побольше и по ширине, и по высоте, в частности. Но сказать, что прям-таки вот по ширине он сильно, ощущается большим смартфоном, я не могу. То есть, в принципе, чем-то схожи они по ширине и лежат в руке примерно одинаково. И в сравнении с Honor 20 Pro. Honor 20 Pro, конечно, будет таким вот более компактным смартфоном, но зато как бы этот смартфон у нас не имеет никаких вырезов, никаких там капелек, то есть спереди вот именно такой вот экран у нас без каких-либо раздражающих факторов как бы имеется. В этом плане Vivan X3 будет, конечно, получше. А также, обращаю ваше внимание, что у нас как сзади у нас имеет закругление 3D, так и спереди. И вообще, такой вот у нас экран, так называемый водопад. Лично мне это очень нравится, то есть удобно свайпы делать влево-вправо. И, конечно, вот это все смотрится очень красиво и эстетично, я бы так вот сказал. Ну, касаемо сборки, никаких нареканий нет. Ничего не хрустит, ничего нигде не болтается. Это все у нас замечательно. Давайте наденем наш чехольчик. Чехольчик у нас такой вот резиново-пластиковый, то есть перекрывает такие вот боковые грани для того, чтобы при падении ничего у вас с экраном не произошло. Сзади смотрится смартфон достаточно красиво и эстетично тоже в этом чехле. Здесь такая вот у нас под ткань текстура сделана. Касаемо сенсорных кнопок, еще хочу сказать, что вот по силовому нажатию, опять-таки, по сенсорному не реагирует, по силовому небольшому все у нас реагирует. То есть, в принципе, сделано это очень достаточно хорошо. Я вот пользовался кнопками этими. Лично мне понравилось, где реально сделано удобно. Ну и вообще, как бы, внешний вид и эргономика мне смартфона понравилось. Работает смартфон под управлением первенной прошивки Funtouch S9 версии, если бы точным 9.1, на базе 9-го андроида. Прошивка глобальная, с поддержкой беспроводного обновления и с полноценным переводом на русский язык. Давайте быстро подберемся по нашей прошивке, по стандартной схеме. Значит, вот здесь у нас управление жестами реализовано, либо на экране сенсорной кнопки. Жестами, как видите, вот здесь по стандартной схеме. Так, назад, так же вот с этой стороны назад, так вот в меню. Снизу вверх задержали список последних приложений и с этой стороны у нас вызывается быстрый доступ к основным функциям смартфона. То есть, это все реализовано у нас по такой схеме. Так, вот здесь можно менять чувствительность нажатия наших вот этих боковых сенсорных кнопок. Тоже, в принципе, очень хорошо. Под себя можно более тонко все это настроить. В экране есть, естественно, темная тема. Все у нас по стандартной схеме. Защита зрения глаз. Также у нас устранение мерцания. Функция 10DM тут присутствует. В цветах экрана можно менять цветовую температуру дисплея, насыщенность увеличивать, уменьшать. То есть, это все у нас здесь есть и настраивается. А также вот здесь можно включить функцию так называемую Always On Display. Тоже регулируется и настраивается все под себя. То есть, тоже все это можно сделать, отрегулировать. Ну и вообще, как бы, настроек тут у нас очень много. Разделение экрана, управление одной рукой. То есть, функционал у прошивки очень хороший. Ничем не уступает таким прошивкам, как MIUI, EMUI. То есть, это все замечательно. Лаунчер работает шутер. Никаких подтормаживаний нет. Как я уже говорил, верхняя шторка у нас служит только для уведомлений. Снизу вверх, с этой стороны, список наших, ну, как бы, быстрого доступа к основным приложениям. Google сервисы были все предустановлены. Значит, FM-радио чего здесь нет? Вот FM-радио нет. А так, в остальном, в принципе, все у нас здесь стандартно. Ну, давайте по стандартной схеме очищаем приложение из памяти. Очистили, запускаем Play Market. Как видите, скорость открытия все замечательно. Все, естественно, быстро. Естественно, у нас флагман, поэтому никаких подтормаживающих факторов у вас здесь не будет. То есть, все открывается быстро, четко. Никаких проблем и глюков не вызывает смартфон. То есть, ну, реально работает очень и очень хорошо. И также, кстати, очень хорошо, что есть у нас звонилка. Запись звонков присутствует. Смотрите, вот она вот здесь есть у нас. Так что все замечательно. Запись звонков присутствует. Это очень хорошо. В общем, программная составляющая здесь отличная. Давайте проверим работу сканера пчетков пальцев. Ну, что могу сказать? Ну, отрабатывает хорошо. Хорошо. То есть, процент подания, скорость распознавания хорошая. Значит, функция Face Unlock здесь работает только, когда вы три раза неправильно преподнесете палец. Вот раз, два, три. И только тогда у вас выезжает камера и отрабатывает функция Face Unlock. Вот такая вот у нас интересная реализация. Работая смартфон под управлением процессора Snapdragon 855+, 8-м ядерный процессор, выполненный по 7-м ядерному техпроцессу. Графический чип Adreno 640, разрешение 2256 на 1080. Плотный спектр составляет 363 ppi. Оперативная постоянная память. Значит, в моем случае и вообще в глобальной версии у нас 8-128. Есть еще китайские версии, там на 8-256, 11-256. Но у нас как бы в продаже только вот такая вот модификация встречается. Значит, по поводу датчиков. Тут у нас модули NFC есть. Ну, как бы все остальные датчики также у нас здесь присутствуют. То есть, ну, как бы набор датчиков хороший. Мультитач на 10-касании. С Wi-Fi модулем тоже все замечательно. Через 4 стены пробивает без проблем. И поддержка полосы в 5 ГГц у нас есть. Теперь посмотрим на результаты тестов Antutu. И в сравнении с Realme X2 Pro на таком же процессоре Snapdragon 855 Plus и Honor 20 Pro. Там у нас процессор Kirin 980. Теперь Geekbench 5-й версии показатели. Ну и 3DMark – это у нас графический тест, который показывает именно графические возможности. Посмотрим результаты троттлинг-теста. То есть, видите, немного Realme X2 Pro на максимальных показателях не дотягивает, но у него и минимальные значения меньше. То есть, тут, по сути, троттлинг немного меньше. Honor у нас показатели ниже идут. И посмотрим на результаты теста скорости оперативной постоянной памяти. Немного уступает X2 Pro, но обходит Honor 20 Pro. Но, опять-таки, разница не такая уж у нас и критичная. Теперь по поводу экрана. Экран у нас матрица. В одних источниках Super AMOLED. На официальном сайте написано, что у нас здесь не Super AMOLED, а Poled матрица. Не знаю, кому верить. Ну, да ладно. Смотрим экран. Ну, качественный, хороший. То есть, пикселизация незаметна. Углы обзора тоже у нас очень даже хорошие. Все отлично. Давайте для сравнения посмотрим с Honor 20 Pro. Ну, как бы на Honor 20 Pro у нас IPS матрица. Но она немного хуже все-таки будет. То есть, это более премиальная матрица. И теперь давайте посмотрим сравнение с Realme X2 Pro. На X2 Pro мне нравится дисплей больше. Здесь у нас есть поддержка стандарта HDR10+. Здесь такой поддержки у нас нет. То есть, ну, вот смотрите, насколько они различаются. Ну, как бы в целом, экран хороший. Но вот все-таки самую малость X2 Pro он уступает. А так, по запасу яркости, по максимальному и минимальному порогу здесь все отлично. Никаких претензий у вас не будет. Функции 10-димных есть. Это очень хорошо. Поэтому зрение уставать у вас от этой матрицы не будет. Смартфон работает во всех необходимых сетях и поддерживает все необходимые бенды. Значит, качество разгорной динамики микрофона отличное. Слышал собеседника отчетливо и без помех. И он тоже меня слышал отлично. Значит, звук в наушниках здесь просто бомбезный. Благодаря тому, что здесь есть встроенный звуковой чип от японской компании AKM. Значит, у нас здесь чип AK4377. Так вот, звук как по кабелю, так и по Bluetooth я подключался. Ну, просто отличный. Лучшего звука в наушниках через смартфон я просто не слышал. Реально. Реально. Для тех, кто ценит вот такие вот качественные звуки именно в наушниках, для меломанов этот смартфон вам подойдет. Уверяю вас. То есть, звук здесь просто бомбезный в наушниках. Давайте проверим звучание внешнего динамика в сравнении с этими двумя смартфонами. Продолжение следует... Ну, значит, по звуку внешнего динамика, конечно, он проигрывает этим двум смартфонам. Realme тут, конечно, врывается вперед за счет того, что здесь есть стереозвучание. Здесь у нас стереозвучания нет. И как-то на Honor качество внешнего динамика немного все-таки лучше, чем здесь. Не могу сказать, что здесь динамик внешний плохой. Он хороший, но немного уступает этим двум аппаратам. Давайте произведем GPS-тест нашего смартфона. На русском сегодня ясная солнечная погода. Спутники ловят смартфон отлично. В районе 20-30 спутников определяет. А это отличный показатель. GPS-глаз и BDO поддержка здесь у нас есть. Экран при прямых солнечных лучах тоже показывает себя хорошо. Пользоваться им можно без проблем. Яркости хватает. Касаемо игр, я думаю, вы так догадываетесь, что процессор Snapdragon 855 Plus будет тянуть абсолютно все игры на максимальных настройках графики без каких-либо намеков на подтормаживание. Тут есть даже такой вот игровой на запас. Года на два вперед это уж точно. То есть Step Up, Asphalt 9, GTA San Andreas, там всякие World of Tank на максимальных настройках графики будут у вас идти без каких-либо намеков на подтормаживание и микрофризы. То есть с играми тут вообще переживать не стоит. Смартфон будет тянуть абсолютно все и на максималочках. При этом нагрев корпуса достигается до показателей в 39 градусов. Я дискомфорта не испытывал. Процессор огреется до показателей в 50 градусов. Это тоже стандартное значение для данного процессора. Так что перегрева здесь у вас не будет. Давайте посмотрим на яркость нашего фонарика. Ну такой вот средненький фонарик. Не сильно яркий, но и не сильно тусклый. В целом, в принципе, все нормально. Значит, по поводу камеры. Камера у нас имеет три модуля. Основной объектив на 64 мегапикселя от Samsung. Также у нас для широкоугольной съемки на 13 мегапикселей. Кстати, этот широкоугольный объектив также задействуется при макросъемке. Это правильное и грамотное решение. И еще у нас есть зум-объектив. Ну, как бы 2x такой вот зум-объектив. По поводу интерфейса. Тут у нас, в принципе, настройки достаточно. Портретная съемка. Ночной режим у нас здесь присутствует. Значит, вот здесь у нас переключается на широкоугольный объектив. Супер макро можно делать благодаря широкоугольному объективу. И вот здесь, когда мы включаем 2x, у нас переключается на зум-объектив. Тоже, как бы, им можно пользоваться и улучшить немного качество детализации дальних объектов. Запись видео максимально у нас поддерживается в 4К разрешении. Это хорошо. И есть 4К 60 кадров в секунду. Это очень хорошо. Но, к сожалению, стабилизации при всем при этом работать у вас не будет. Стабилизация будет работать только при Full HD разрешении. 30 FPS. 60 FPS не выставляется. В общем, такие вот дела. Ну, еще по настройкам у нас 64-х негапиксельный режим. В этом режиме действительно качество детализации улучшается. Ну, замедленная съемка. В общем, в принципе, настроек хватает. В целом, по камере могу сказать, что она хорошая. Никаких претензий нет. В принципе, такая же, как у нас в Realme X2 Pro. Сенсоры у нас абсолютно одинаковые. Фотографируют они примерно одинаково. Honor 20 Pro. Именно основной объектив мне нравится немножко меньше. Но вот если говорить за зум-объектив, то зум-объектив в Honor 20 Pro лучше, чем в этом смартфоне и в Realme X2 Pro. Ну, да ладно. Сами сейчас все оцените в сравнении. По поводу фронтальной. Фронтальная на 16 мегапикселей. Тоже фотографируют хорошо, детализировано. Также у фронтальной камеры есть селф-испышка, напоминаю. В общем, смотрите примеры фото и видео в сравнении с конкурентами и оценивайте все сами. Давайте произведем тест камеры нашего смартфона. Значит, запись, где производится в Full HD разрешении, но 4K также у нас поддерживается. Значит, с фокусировочкой, смотрите, она вообще такая вот быстрая, моментальная и плавная. Значит, снимаю при Full HD, потому как при 4K, к сожалению, стабилизация не работает. Но вот видите, при Full HD работает суперстабилизация, и она отрабатывает действительно замечательно. То есть, смотрите, я вот сейчас хожу без проблем, даже могу немного пробежаться, и смотрите, все в порядке. То есть, суперстабилизация реально работает отлично. Но есть недостаток. У нас, к сожалению, нет цифрового зума при суперстабилизации. В этом плане недочет. Ну и для сравнения давайте посмотрим запись видео при 4K разрешении. При 4K, конечно, стабилизация у нас не работает, но зато детализация отличная. То есть, в этом плане детализация реально классная. И цифровой зум работает, смотрите, в 10 раз. То есть, детализация реально классная, в этом плане все у нас замечательно. Но, 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 как видите, при ходьбе картинка будет дрожать. Поэтому тут ходить я бы, наверное, не советовал. Далее проверим запись видео при недостатке света. Сейчас уже снимаю в 4К разрешение. Естественно, стабилизации у нас уже нет, как видите. Картинка дрожит в полной темноте. Тоже все в порядке. Никаких просадок по частоте кадров тут нет. И с фокусировочкой полный порядок. Ну и напоследок привычная запись видео со вспышкой. Яркости у нас более чем достаточно. Ну, стабилизации, как видите, нет. С фокусом тоже никаких проблем не замечено. Все работает хорошо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Давайте посмотрим на результаты разряда смартфона в разных условиях. Час просмотры видео по Wi-Fi на YouTube при средних показателях яркости, час игры при таких же значениях яркости, ну и насколько смартфон садится за ночь при активной сим-карте. Как видите, показатели очень даже хорошие, если сравнивать с Honor 20 Pro и Realme X2 Pro, он немного выигрывает, но сказать, что прям-таки отрыв сильно большой, тоже не могу. В целом, как бы на день гиперактивного, либо два дня средиентиновое пользование можно смело рассчитывать. Быстрая зарядка у него также поддерживается, в общем, скорой зарядки, автономность вас будут тут радовать. Ну что ж, друзья, давайте подведем итог. Как и всегда, для того, чтобы вывод был более реактивным и наглядным, воспользуемся нашей таблицей со всеми характеристиками. А что я могу сказать про данное устройство? В целом, безусловно, смартфон после себя оставил положительные впечатления. А каковы главные его достоинства? Это, конечно, безрамочность и экран-водопад. Лично мне это очень понравилось. То есть и пользоваться можно удобно благодаря такому вот загнутым краям 3D. И вообще вот эти сенсорные кнопки лично мне очень понравились. То есть я к ним привык достаточно быстро. Мне кажется, что за этим будущее. То есть вот тактильный отклик тоже у них очень приятный. Регулировать громкость, кнопка питания. Я ничего не путал. То есть я к этому делу привык реально достаточно быстро. Мне все это дело понравилось. Сама вот безрамочность. Это, конечно, вызывает, безусловно, такие вот море положительных эмоций. Также в категории достоинств я бы отнес, конечно, сам процессор. Это, естественно, тоже к достоинствам. В принципе, автономность тоже у хорошего смартфона. Никаких проблем с автономностью у вас не будет. Связка камеры тоже ничуть не сплоховала. Фотографируют смартфон очень даже годно. По части видео есть вопросы. Хотелось бы, чтобы при 4К стабилизация была. Но так, в принципе, в остальном все у нас здесь сбалансировано хорошо. Ну и также один из главных плюсов этого смартфона, я считаю, что это его звуковые возможности. Вот именно звук в наушниках, благодаря поддержке того, что у нас здесь есть встроенный звуковой чип, реально вас будет удивлять. Для меломанов этот смартфон подойдет очень даже хорошо. Касаемо недостатков, ну тут, конечно, нужно подумать. В принципе, вот памяти, мне кажется, что за эту цену, я считаю, должна быть не 128 версия, а 256. Ну и также, в принципе, можно к недостаткам еще отнести то, что смартфон у нас такой вот имеет вытянутый экран. То есть к этой эргономике нужно привыкать. Он такой вот у нас достаточно объемный. Для тех, кто любит компактные смартфоны, он, безусловно, не особо-то и подойдет. В общем и целом, как бы, смартфон достаточно интересный, инновационный. Естественно, за эту инновационность приходится немного переплачивать, но это на стандартной ситуации. Я думаю, что свою нишу покупателей и почитателей, безусловно, этот смартфон найдет. Что вы думаете насчет данного устройства, пишите в комментариях. Также не забывайте принимать участие в вопросах ВКонтакте. И ставьте лайки, если хотите поддержать данный канал. Но я с вами прощаюсь. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok